МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Спасибо, что вы сегодня с нами. Это прекрасный вечер и прекрасное утро. Я не один сегодня. Пастор Павел Распатнюк в прямом эфире вместе со мной. Приветствую, брат, возлюбленный. Приветствую, пастор Юрий. Спасибо за приглашение. Я знаю, что всегда твое присутствие и общение с зрителями – это благословение для наших зрителей, для меня лично, для всей нашей команды, и в целом для всего служения «Импакт». Апостол Павел говорит, ну, в немощи нашей пусть его силой является. Ты всегда полон слова, в духе находишься. Это самое важное. Я тебе так скажу. Для, по большому счету, для людей сегодня, на любом из континентов, Америка, Канада, хотя это один континент, потом бывший Советский Союз, вся Европа, где бы ни принимался сегодня наш сигнал, по большому счету, для человека сегодня надо много слов. Аллилуйя. Много слов. Аллилуйя. Слово Божие да вселяется в вас много. Обильно это написано, много слов должно вселяться. Пастор, это самое важное, особенно век информации сейчас, на телефонах, везде так легко доступ к информации. Много всякой информации, увлекательной информации. Но самая главная информация, это духовная, это Бог, это вечная жизнь, это наша душа, это возрастание в Боге, познание Бога. Это вопрос номер один. Информация самая главная, которая должна интересовать каждого человека, более всего. Прежде всего, искать Царство Божье. Духовные вопросы, Бог, духовная жизнь, это номер один должно быть. В моей жизни, в жизни каждого из нас. Вникать в Писание, последнее время, заблуждения всякие, всякие пути, разные веры, все как бы в Бога верят, как бы, чтобы не ошибиться. Я недавно прочитал это место, где Иисус сказал, заблуждайтесь, не зная Писаний. Оказывается, что если я не знаю Писаний, если я не вникаю в Писание, вникаю в Писание, занимайся с ним постоянно, то есть слушай Слово Божие, вникай, размышляй, познавай Божью истину, просвещайся духовно. Иначе заблуждайтесь, не зная Писание. То есть заблуждается человек в своих понятиях, в своих убеждениях. И можно быть и верующим. Написано, суд у Господа с жителями всей земли. Почему? Потому что нет Богопознания, нет истины. Бог гневается, Бог судится от того, что люди не стремятся к познанию истины, не стремятся к познанию Бога, не углубляют свои познания духовные. И Господь говорит, суд у меня, с народом моим, народ мой. Бог о своем народе, кажется, Божьи люди верующие, все должны знать, все понимать. Они же христиане, они же духовные. А Господь говорит, народ мой глупый, народ мой не знает меня. Даже не обуздан. Да, они не знают меня, народ мой. Как это может быть? Оказывается, что можно быть и его народом, и, говорит, не познали путей моих. Не познали. К сожалению. Да, потому что не прилагали своего сердца, а позволили суете, заботам житейским, обощрению богатства, всяким торсепенным вопросам, занять мысли, занять время. И нет места Богу в разуме. И это серьезная ситуация. Нет места Богу в разуме. Они мыслят о земном. Не то, что только о земном. Верующие люди, они и о Боге мыслят. Но преобладает земное, преобладает временное, проходящее. А Писание говорит, что все видимое, оно временное. То есть на земле все сгорит, все пройдет. Все видимые ценности, и деньги, и богатство, и вся красота телесная, это все пройдет. Все видимое, оно невидимое, духовное, оно вечное. И наш фокус должен быть на вечном. И ты обрати внимание, насколько мы бережно, нежно, насколько мы относимся к внешнему. Насколько вся индустрия всего. Да, да. Индустрия развлечений, индустрия косметики, индустрия всевозможных, чего вот это все работает на внешнего человека. На внешнего человека. Как хорошо выглядеть. Чтобы не торчало, чтобы не скрипело, чтобы не шипело. То есть тебе и зубы выровняют, тебе и нос уберут, урежут. Сейчас накачивают губы. Даже такое дело. Даже такое дело. Запускать какое-то дело. Если надо, и волосы добавят. И уберут, если надо. То есть все сосредоточено на том, чтобы облагородить как-то. В лучшем свете показать внешнего человека, чем мы есть на самом деле. А Бог же смотрит на сердце. Человек смотрит на лицо. Так мы устроены. И вот в этом то и большой парадокс. Вместо того, чтобы этому временному, временному, что является внешним, дать надлежащее место и сказать, слушай, ты все равно временная. Дома временные, машины временные, внешность временная. Это хижина внешняя, она тлеет. Изо дня дней, изо дня в день она тлеет. Внутренний должен изо дня в день не обновляться. Внешний тлеет, тлеет. И вместо того, чтобы мы, зная истину, мы же знаем истину. Вместо того, чтобы этому внешнему, этому временному, этому проходящему дать надлежащее место, то ли дать ему правильную оценку и сказать, слушай, ты не будешь мною руководить. Ты не будешь мною преобладать. Не будешь доминировать. Доминировать мной, да, потому что я временный. Вместо этого все работает в мире, все работает, все, без исключения богатства мира, за исключением маленькой толики, очень маленькой доли из всего богатства. То, что направлено на духовную составляющую, это работа церкви, это работа служений всевозможных, это наше служение, это служение. Мы работаем на внутреннего человека. Мы делаем акцент на внутреннего человека. Но нас, нас, имея такую огромную ответственность и большую нагрузку, по сравнению с теми миллиардами, миллиардами, и в исчислении долларовом эквиваленте, и в исчислении людских ресурсов, миллиарды, 7 или 8 миллиардов людей, но только небольшой остаток из нас, к сожалению, почему написано, остаток спасется, небольшой остаток, вводимый Духом Божиим, те, которые работают на внутренний человек, на внутренний человек. Который не умирает, не угасает, которого чернь не берет, огонь не берет. Внутренний – это наш дух, наша душа. И насколько важно то, что мы делаем, насколько важно. Насколько важно акцентировать, говорить, предупреждать, увещевать, что внешнее пройдет. Это временно. Друзья, друзья, не чрезмерно и сверхмерно не падайте в эту яру, в эту пропасть. С одной стороны, мы должны работать. Несомненно. Побеспечивать селью. Не о том говорю. Ну, и дом нужно для семьи приобрести, все. Но это, оно не должно быть главное. Не так важно, какой у меня дом большой, не так важно, машина, какая у меня дорогая. Но важно, чтобы я был близко с Богом. Особенно мужья, главы семей, которые меня слушают, нас слушают сейчас. Это так важно, чтобы мы не позволили, возможно, чрезмерному увлечению работы. Я как-то с одними детками разобщался, маленькие дети, из верующей семьи дети. И я пригласил их в молитве и почитать Библию. Они говорят, в нашем доме мама устала, мы им говорим, давайте молимся Библию читать. Мама усталая, папа усталый. И не молятся, они читают Библию, так вечер пришел. Друзья, а это так важно. Мужья, жены, если вы нас слушаете, я тоже отец, у меня дети взрослые уже есть и меньше есть. Но как важно найти время вечером, собрать семью, прочитать из Библии хотя бы одну главу. Может быть, порассуждать чуть-чуть, но хотя бы прочитать. Помолиться всей семьей вместе. Может быть, кажется усталая, нет силы, никаких чувств, никаких особенных переживаний не имеете в тот момент. Но если это практикуется, это так важно. Себя спасаем и свою семью спасаем. Исповедуем, мне недавно всей семьей, говорю, повторяйте за мной слова. А я и думаю будем служить Господу. Несколько раз. А я и думаю будем служить Господу. Но это не только слова, это прилагание, как апостол Петр говорит, прилагая к земле все старания ваше. Потому что все это видимое, плотское, земное, оно насколько нас захватывает, христиан даже, у нас плоти есть. И почему Писание говорит? «Усмиряя и порабощая плоть свою, чтобы мы несли вслед похоте». То есть это желание плоти, развлечения, удовольствия, наслаждения, они и в верующем человеке есть. Но вот именно верующий, он каждый день, апостол Павел говорит, умираю, умираю, смиряю, порабощаю, распинаю. Те, которые христовые, они распяли плоть свою. То есть распяли это, распяли это, умертвили, привели в бездействие. Все эти плотские желания, они не господствуют, они не доминируют. Прежде всего в духовное. И к этому нужно прилагать много усилий. Оно не приходит, не просто сказал, я и дома будем служить Господу. Хорошо, мы это говорим, но прилагаем все старания, чтобы спастись, чтобы не погибнуть. Почему? Потому что широкие врата, пространен путь, ведут в погибель, многие идут ими. Друзья, вечная жизнь впереди. И Писание говорит, одни пойдут в муку вечную, другие пойдут в жизнь вечную. Это правда, это правда, да, Бог хороший, Бог добрый. Но Писание говорит, что есть озеро огненное, есть мука вечная. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Много званых, мало избранных, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Иисус сказал, но исполняющий волю Отца Моего. Можно и в Бога верить. И Писание говорит, Иисус тоже сказал, что вы зовете меня, Господи, Господи, а не делайте то, что я говорю вам. То есть, не только звать его Господи, не только сказать ему слава в воскресенье в церкви, а делать то, что он говорит, исполнять его заповеди. Не словами сказать, Господи, я люблю тебя. Да, хорошо мы говорим, и мы должны это говорить. Но Писание говорит, любовь к Богу состоит в том, чтобы мы соблюдали его заповеди. То есть, соблюдаем его заповеди, исполняем Божьи заповеди, живем свято. Если нечестивый погибнет, праведный едва спасается, то нечестивый греш нигде будет. Едва спасается, да. Бог есть святой, Бог есть огонь поядающий. И мы должны не только, как бы сказать, любить Бога, но бояться Бога. Трепетать перед Богом. Билигрейм, когда-то известный проповедник такой, недавно умер. У него спросили, ну как вы говорите, что Бог любит, что Бог любит и бояться Бога, в Библии написано. Как? Зачем его бояться? Он же добрый, он любит. А он так вот ответил, говорит, когда я был маленьким мальчиком в детстве, у меня папа был. И я его не только любил, папа, но я боялся. Я боялся своего папу, потому что папа накажет. Он и добрый, и сочетается. И так и Бог. Он есть благий, он есть добрый, но он есть и строгий. Он есть праведный, он есть истинный, он есть святой и воздающий каждого поделения. И написано строго взыскивать. Строго. Особенно, когда люди, которые познали истину, познали путь спасения. Люди, которые в христианских семьях родились, выросли. Написано земля, которая пила многократно сходящий на нее дождь. Но все равно произрастают черные волцы, негодные близка проклятию. То есть раб, который знал волю Господина и не делал, то что? Будет Божий. То есть знает человек Библию, знает Писание, знает, что надо молиться, знает, что надо плоть распинать, знает, что надо Библию читать, знает, что надо свято жить перед Богом, но не делает этого. Ты знаешь, настолько парализован может быть дух человека, парализован, то есть не тело человека, но настолько внутренний человек парализован, умом человек понимает, что надо и читать слово, что надо и молиться, что надо благодарить то каждый вечер Бога за то, что Бог тебе дал. И дыхание, и жизнь, и свет, и тепло. Я перечисляю по вечерам, Господи, благодарю за дыхание, за свет, за тепло, за чистый воздух, за чистую воду. За то, что хранил на дороге товары. Само собой, я перечисляю целый перечень. И я не устаю повторять. Бог это сотни раз слышал, но я всегда говорю за чистый воздух, за чистую воду. Где, особенно мы живущие на этом континенте, мы живущие на североамериканском континенте, мы всем обеспечены, всем обеспечены. Кстати, молитесь за Павла Чернецкого, за Павла Чернецкого, он на той территории. Это брат твой? Да, да. Вчера улетел. На той территории, не буду озвучивать, но территория, которую Америка бомбила несколько дней назад. Да, он там, как раз на границе. Опасно? Опасно. Поэтому молитесь за Павла Чернецкого, вот, он со служением и с Библиями, с Библиями. Слава Господу. И Господь милость свою явил, я много не могу заявить в прямом эфире, Господь милость и охрану явил, что они провезли целый ряд, целый комплект Библий на арабском языке. Аллилуйя. Это произошло вчера, как говорится. Аллилуйя. Да. И, друзья, мы откроем молитвенную линию, это прямой эфир. Сейчас вы на телеэкране видите телефон прямого эфира 844-1011, 916. Телефон прямого эфира. Прямо из столицы штата Калифорния, из прекрасного города Сакраменто. Не менее прекрасной студии «Импакт» мы в прямом эфире 844-1011. И мы будем молиться. Вы знаете, мы, так я в духе, пастыр Павел почувствовал, что мы как раз должны совершать молитву. Аллилуйя. За вот эти ситуации, о которых мы беседуем. Я сегодня, буквально за час до эфира, я встретился с человеком, который со скорбью, со слезами. Отец, отец, вот, говорил о своем сыне, которого, ну, в проблеме, в серьезной проблеме. В серьезной проблеме. И я в унисон, то, о чем мы беседуем, я говорил ему, говорю, очень важно, очень важно, когда проблема у дочери, или у сына, или у детей, очень важно сохранить честь, достоинство и марку главы семьи, марку главу духовную, марку авторитет главы семьи, который выражается в систематическом чтении Слова Божьего. Я говорю, в молитве, сын должен видеть, что я не только кричу на него, не только кричу, я не только стругаю его, струган, вот, я не только могу замахнуться на него рукой, но я являюсь авторитетом в доме, духовным авторитетом. Это то, что магнитом будет притягивать ребенка к отцу, в противном случае он будет убегать из дому. Вот. И мы беседовали как раз на этой теме, это в унисон нашей беседе, насколько важны сегодня молитвенные поддержки для вас, друзья, насколько для вас матеря, для вас отцы, для вас родители, и бабушки, и дедушки, которые много молитесь о своих, может быть, малолетних внуках, или правнуках, или внучках. И Бог, да благослови вас обильно, обильно, настолько ваша работа велика, настолько ваше служение молитвенное велико, когда, ты знаешь, общаясь со многими, я вижу практически, практически вот в выражаемых нуждах, в тревогах сердечных, в словесных каких-то вот волнениях, которые выражают наши люди. Это все-таки, это, 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 это какой-то страх или волнение за подрастающее поколение, за молодежь. Это самое, самое, наверное, по статистике, самое, это номер ван. Номер ван. Да, мы верим, что будущее церкви за молодыми людьми, будущее церкви за помазанными, с такими гидеонами, такими благословенными Давидами. Но, но, вы знаете, друзья, что к нашему стыду, к нашему стыду мы видим, история Америки показывает, что Америка, она сдала позиции свои в духовном мире. И как-то я служил в одной американской церкви, уже пару лет прошло, в одной динаминации. И я смотрю, только седовласы, только седовласы. Практически я, потом с пастырем мы поехали где-то, вот, у него останавливался я. И я задал вопрос, говорю, очень мало молодежи. Он тяжело вздохнул, говорит, это наша серьезная проблема. Это наша серьезная проблема. Вот, и, друзья, сохрани нас, Господь, сохрани Господь, насколько мы должны быть сильны в брани. Сильны в брани. Да, это брань. Это настоящая брань. Это настоящая брань. Поэтому, друзья, мы будем молиться. Пастор, мы совершим молитву прямо, прямо в начале. Это уже не начало, еще 20 минут прошло. Мы просто благословим стонущих матерей, может быть, плачущих отцов, может быть, родителей, которые находятся. Один мне так сказал в одном штате, я говорю, Юра, я то выхожу, с депрессией, то вхожу, то выхожу, то вхожу. Я говорю, почему? Трое детей и все в разнос. Взрослые дети. Это же не то, что там по 12-15 лет. 25-30 лет. Мою ровеснику. И говорит, они в разнос пошли. Они пошли в разнос, да. И таких печальных случаев очень много. Очень и очень много. Друзья, но у нас есть обетование. Разве падшие не встают? Разве падшие не встают? У нас есть чудесное обетование. Это обетование написано и оставлено в его святом, живом слове. И если бы мы не знали, что Бог возвращает утерянный рай, как мы говорим. Бог возвращает человеку утерянный рай. Бог возвращает человеку потерянные. Угнанные возвращает. Возвращаются блудные сыновья и блудные дочеря. Возвращаются в отцовские, родительские. Если бы мы не были уверены в этом, мы бы не говорили об этом. Но, имея авторитет его живого святого слова и имея помазание Духа Святого в наших устах, мы именем Господа и Иисуса Христа. Мы просто убеждаем, мы говорим и мы настойчивы в том, что все-таки Господь не сказал своего последнего слова. И о твоем сыне, и о твоей дочери. Я всегда пастор говорю, даже вот, даже имея какие-то такие ситуации, беседы такие, вот, как мы говорим, кровные беседы. Я говорю, до тех пор, говорю, до каких? Мне, говорит, я уже капитулировал один мне, буквально на днях, говорит, я капитулировал полностью, говорит, я уже сдался. Говорит, сын пошел, ну, по наклонной и пошел, по волнам уже пошел. Я говорю, знаешь что, до тех пор, до каких дыхания в груди у него и у тебя, есть шанс, есть надежда, есть выход. Это если уже похоронили, это если уже за гробовой чертой, там нет выхода, там уже надежды никакой. Что перед смертью получил, то и получишь там. Или прощение грехов, жребий с освященными, пребывание в вечных обителях во веки веков, без конца, без конца, во веки веков, в царстве возлюбленного сына его. Или то, что в том месте, которое уготовано дьяволу и ангелам его, не вашему сыну, не вашей дочери, не вашему мужу, не лично вам уготовано для них, для дьявола и его последователей, друзья. Но вам уготована жизнь вечная. Почему? Потому что вот на расстоянии этого голоса, на расстоянии этого сигнала и на расстоянии и на основании, я хотел сказать, того, что Библия говорит и то, о чем мы говорим, у вас есть вся надежда, у вас есть все основания верить этому слову. Смотрите, пастор, я размышлял сегодня, я знаю, что у тебя есть слово. Аллилуйя. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Дело в том, что это было в контексте, Господом сказано, когда засохла смокольница, на которой он плода не нашел. И возвращаясь, ученики обратили его внимание, говорит, смотри, засохло. И говорит, Иисус сказал на ответ, истинно говорю, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смокольницей, но если и горе этой скажете, поднимись и вернись в море будет. И все, чего не попросите, в молитвы с верой получите. Этой огромной, непреодолимой, непроходимой горой может быть гора этих проблем, этих препятствий. Может, сам дьявол понастраивал этих перегородок уже со всех сторон, заборы понаставлял. И человек, куда не ткнет, везде забор. Куда не посмотрит, везде огромные горы, проблем, трудности, финансовых каких-то катаклизмов, любых форм и проявлений. Господь говорит, чего не попросите, в молитве с верой получите. Аллилуйя. Даже горей скажете это, вернись и будет так. Гора это символ чего-то невозможного, непреодолимого, большого. Да, да, неподъемного. Что заставляет нас сомневаться, не верить, убояться, отчаяние, безвыходность, конец, тупик, все. Друзья, это вполне возможно. Когда мы встречаем ситуации такие с детьми, для папы, для мамы, я отец, у меня дети тоже подрастали иногда. Как будто ты их так и не воспитывал. Я понимаю, что часто мы все делаем, что мы знаем. И молимся, и собрание детей берем, когда маленькие, пока можно взять. Но ошибки делаем. И в моей жизни, помню, период был, приехали в Америку, только работа хорошая попала. Маленькие дети плотят хорошо. И можно 8 часов, и 10, и 12. И перерабатывал, и больше работал, чем нужно. Не уделял достаточно времени семье. Я не оправдовываю это. Ну, я хочу сказать, понял, что мы родители. Мы молодые, неопытные. Не всегда все делаем правильно. Но стараемся, как, что могли, что делали, и вырастают дети, и вот такое. Вот. Друзья, это тяжело, это больно. Но главное, как пастор Юрий сказал, верить, что все возможно верующим. Не сомневаясь. Кто будет просить с верой, не сомневаясь. Так, кто прочитал. Вот сомнение, оно сомневающееся, как морская волна. Вот. Уже так все плохо. Уже я и молился. Оно все как будто хуже. Дети все дальше по наклону идут. Вот. Мои молитвы не действуют, не помогают. И человек начинает сомневаться. И теряется вера. Но важно, как сам опять говорит, укрепился упованием на Бога. Сам себе говорит, душа моя, что ты униваешь? Друзья, не унывайте, расправьте свои плечи. Это духовная битва. Да, говорили, молились, но вот подросли. Мир, друзья, увлекает этого делом. Но не расслабляйтесь, продолжайте верить. Не боритесь с этим страхом, с этим отчаянием. С неверием, сомнением. Стойте верить. Бог говорит, я Бог, я Спаситель. Не человек. Бог говорит, я Бог, я Спаситель. Всемогущий, всесильный. Мы не умирали за людей. И Он любит наших детей больше, чем мы их любим. Иисус Христос жизнь отдал за детей наших. И Он хочет, чтобы люди спаслись. Он хочет. Он Бог добрый. Он любопильный. И если мы будем на страже своей жизни стоять, родители, отцы, матери, будем молиться, будем в этой духовной брани, ходатайствовать за наших детей. И я верю, что увидим славу Божьему, увидим спасение. Рано или поздно. Но важно, что еще с верой, но что мне на мысли пришло, Давид говорит, я был непорочен перед Богом. Остерегался, чтобы мне не согрешить. Остерегался. Друзья, остерегайтесь, чтобы не грешить. И дальше говорит, воздал мне Господь по правде моей, по чистоте, рук перед лицом. Чтобы руки наши чистые были. Потому что молитву грешника Бог не слышит. Кто на гору взойдет Господню, кто на святом месте ставит, у кого руки чистые, у кого сердце не повинно, кто не клялся, кто не божил все ложные, тот получит милость от Господа. Тот получит благословение. Друзья, важно ходить непорочно. Если вы чувствуете, что вы удалились от Бога, может быть, дали место греху, интернет, люди смотрят то, что не надо. Начинают. Честно скажу, я недавно одного человека подвозил, груз нашего человека, и он встал возле магазина, и просто что, мне неудобно даже говорить, но говорит, я вино хочу купить. Я говорю, что ты вино пьешь? Он говорит, да, пью вино. Говорит, а что, можно пить вино? И уже в собране перестал ходить, и жена детей там воспитывает сама, а он же вино пьет. Говорит, я расслабился, я с рейса приехал, мне надо просто расслабиться. И отдохнуть, и он это все начинает. Друзья мои, отразвитесь, как должно. Мои дети лично, у меня шесть родителей, три сына и три дочери, они не видели меня никогда пьяным, они не видели меня в нетрезвом состоянии. и я своим детям говорю, потому что я вижу верующие, компания молодая, верующие, кричаи собираются, и начинают уже. Запах слышно. Я говорю, дети, вы видели то, что я вам говорю, я так старался жить, и вам говорю, чтобы вы не употребляли спиртного. Оно понемножку, по чуть-чуть затягивается. Не хочу, можно много говорить. Родители плачут, сын 30 лет, ко мне звонит, говорит, пса плачет, говорит, алкоголик. Просто я конченный алкоголик, не думал, по чуть-чуть, по чуть-чуть, потерял работу, все потерял, просто пью, без, и не могу остановиться. И родители не знали, потому что он отдельно жил. Потом его уже полиция в городе словили от Белогорячика, отправили в рабцентр. Сын большой семьи, верующие родители, друзья мои. Но главное то, что ходить перед Богом, самим освящаться, быть непорочным, стараться, чтобы не согрешить, и Господь воздаст по вашей правде. Не думайте, что живу, как хочу, грешу, иду широким путем, в то же время верующий, в собрание воскресения пошел, а живу грешной жизнью. Бог нам, нашему лицу, не услышит. Пострепаю. Нас наладить свое отношение с Богом, покаяться перед Богом, начать освящаться и молиться. И Бог силен. Вот смотри, минут пять назад ты сказал, что были в тебя такие моменты, я хочу просто заострить внимание на этом, были такие моменты, когда в семье ты видел, что надо уделять много времени для детей. Зная тебя, почему, почему, смотри, почему, зная тебя последних добрых 15 лет, вот мы постоянно встречаемся регулярно, эфиры проводим, и после эфира, то я знаю, что ты, что ты, то есть, и не только ты, но и жена, надежда, что вы конкретно молитвенно, молитвенно, духовно, вы стояли вместе, как одна семья, за своих детей. Стояли, и были трудности. Были трудности? Я не скрываю, один из старших сыновей моих, и один из старших сыновей моих, всех детей одинаково воспитывал, уже меньше денег приняли водное крещение, он не принимает водное, какой-то, сказать, не отказывается от Бога, но и нету ревности. Работа, бизнес, успех у него, деньги есть. Потом уже начал жить отдельно, и мы обеспокоены, как-то, ну, и жениться надо, и не принял водное крещение, воспитывался в христианской семье, ничего никогда он против Бога не говорит, но мы переживаем, переживаем, уже такой возраст, он как-то не, вот, года четыре назад звонит, папа и мама, я буду в какое-то воскресенье принимать водное крещение. Вау. И мы прошли, друзья, то, что я, я тоже человек, и дети есть, и иногда все, как будто бы и стараемся, и все, а вот так вырастает, и другой ребенок с детства служит Господу, слава Богу, в церкви трудится, молится, живет, прямо просто радуется, а другой ребенок, вот так, вот. Так понимаешь, в чем дело? Но сегодня он спасен, он служит Господу. Вы, вы не пустили, зная тебя много лет, ты не пустил это на самотеку, и ты не сказал, ну, 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 ладно, ну, что ж там, как будет, там и другие такие, может, и хуже, но твой нос был, в Библии торчал, колени стояли на полу, стояли, то есть на молитве, в молитве, поэтому, поэтому, ты имеешь полное дерзновение и авторитет, говорить об этих вещах, так, утвердительно и убедительно, потому что вы прошли через это, и кстати, я поздравляю, поздравляю, в следующем месяце, или через один, дочь замуж выходит, в июне, но видишь, меньше, третья дочь у меня самая, и зять будет прекрасный, благословенный, самая лучшая дочь у меня, такая христианка, с детства какая-то, жив Господь, как будто, как написано, из полной духа святого отстрела, жив Господь, жив Господь, вот эта дочь у меня тоже, такая была очень хорошая, слава Богу, и настолько важно, настолько важно не смириться, не уснуть и так, и сказать, ну ладно, ну ладно, там я пойду, я ловить рыбу, но насколько важно, ты сказал, на самочек пусть, насколько важно, на твоем примере, брат мой, я знаю, ты в смирении это принимаешь, лучше, ну ты, Господь, гордость у тебя этот убрал, но на твоем примере, я могу твердо сказать, я могу твердо сказать, показать пример многих и многих, что стоит того, и искать Господа, и молиться, потому что впоследствии, ты увидишь своих детей спасенными, благословенными, увидишь внуков и правнуков, и увидишь, жив Господь, не расслабляться, но быть в этой борьбе, в болитве, стоять, стараться пример показывать, и Бог, написано, в терпении ожидать милости от Бога, нужно терпением запастись, мы как родители, нам хочется сразу, нам хочется, чтобы мой, это же мой сын, чтобы там проповедовал, точно, как мать Иоанновых, по праву, справа, слева, где-то на платформе, на виду родители ревнуют, а сейчас не так происходит, как мы хотим, но главное молиться, и в терпении ожидать милости, в терпении, может быть год, может быть пять, может быть десять, но верить, надеяться, я сегодня получил, два часа до эфира, я получил смс, от молодого человека, говорит, дочь температурит уже несколько дней, я ему пишу, говорю, знаешь, что помогает, вот, я говорю, не знаю, что лет, я говорю, не знаю, или ты практикуешь это, веришь ли этому, или не веришь, ты говорю, если, ты веришь Богу, если ты, говорю, прибываешь, пишу ему, прибываешь в его слове, постоянно, ты, говорю, можешь возложить руку, возложить руки по писанию, на твоего младенца, младенцу два месяца, по-моему, или три, и в молитве, говорю, Бог исцелит твоего младенца, Аллилуйя, слава Господу, он мне пишет, вижу, радостный смс, мне отвечает, что мы так, типа, и будем делать, друзья, насколько, насколько мы имеем, насколько, мы намного больше обладаем, насколько мы больше имеем, чем люди, которые не знают, не знают, масса людей, тысячи людей окружающих, миллионы они не имеют, того, что мы имеем, я как-то говорил, что все богатство неба, оно заложено во мне, Аллилуйя, оно во мне заложено, и в тебе заложено, и в вас заложено богатство неба, неисследимое богатство, неисследимое даже, Христос в вас, упование славы, а что еще надо, тайность я великана, а что еще надо, а что еще надо, если Сын Божий во мне, Духом Святым приводит, что мне еще надо, Аллилуйя, мы с тобой очень хорошо беседуем, но добиваются люди, звонят нам. Будем молиться за больные, за семьи, за семьи. Друзья, мы принимаем ваш звонок, Алексей, приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую вас. Приветствую. Слава Богу, Христос в воскресе воистину вас. Воистину вас. Аллилуйя. У меня один вопрос. Первый вопрос по Соломону, когда он попросил Бога в одном желании, и он выбрал мудрость. Что вы можете прокомментировать? Не знаю, может быть это не по теме, извините меня, пожалуйста. Почему он не попросил избавить от напасти этого мира и избавить его от всех проблем, избрал мудрость? Спасибо большое. Алексей, спасибо. Вопрос очень хороший, вопрос очень правильный. Потому что, имея мудрость, приобретай мудрость, потому что в мудрости заключено все. Мудрость и страх Господень. Там все заложено. Страх Господень. И потом страх Господень предотвратит тебя, как вы говорили, от влияния этого мира. Страх Господень предотвратит человека от пагубы, любой пагубы. Потому что Бог, во-первых, имея Дух Святой, мы имеем мудрость. Мы имеем божественную мудрость. В Духе Святом заложено все во мне. И в этом все есть и мудрость. Как поступать? Где поступать? Как поступать? Что говорить? Когда говорить? Когда молчать? То есть в мудрости я нахожу то, что дает мне возможность поступать, принимать правильное решение. Аллилуйя. Принимать правильное, делать правильные шаги в своей жизни. Поэтому в мудрости практически заложено все для человека. И Богу это благоугодно было, что Соломон это просил, это как молодой юноша, царь, народ, общество, от него, от его решения, от его слов зависит судьба целого народа. И он смирился, просил у Бога мудрости, он правильно просил, и Бог ему дал то, что он просил. Но это не дает гарантии, на какой бы человек высоте не был, что бы он от Бога не имел, это не дает гарантии, что он не может упасть. Если ты стоишь, даже на большой высоте, берегись, чтобы не упал. Потому что человек, свободная воля, выбор, искушение приходит, и человек выбирает. И Адам и Ева казалось бы, Бог мог бы остановить Еву. Он же знал, что будет, все. Они же в раю с Богом были. Но вот не остановил Бог. Вы знаете... Человек делает выбор, свободная воля. И Соломон делал... Несомненно. Не все выборы его хорошие были. И конец его был, к сожалению, к сожалению, печален. Но, друзья, написано даже о том, что мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, скромна, полна милосердия и добрых плодов. Поэтому, имея мудрость, во-первых, я консультирую некоторых бизнесменов. Вот лично. уже на протяжении многих лет. Многих лет. И они успешные бизнесмены. Они являются частью, партнерами служения. Как результат того, что говорят, что мы получаем благословение. Слава Господу. Да. И я одному из них так говорил в одном штате при очередной нашей встрече. Мы периодически с ним встречаемся. Я ему так говорю. Лучше иметь мудрость, сходящую свыше. И если и зарабатываешь, или инвестируешь куда-то во что-то, так лучше использовать божественную мудрость, Богом данную, и получить чуть меньше, чем не имея мудрости, лихорадочно, в попыхах. Как-то вот, как в мире этом делается, лишь бы ухватить. Ухватить. Ухватить, да. Поплоти. Воевать поплоти. Там ухватил, там обманул, там где-то схитрил. И я его так консультировал. Лучше меньше, но с мудростью. И потом Бог будет доливать в твой стакан, в объем твоих знаний, в объем твоих инвестиций, в объем твоего банковского счета, в объем твоей мудрости Господь будет доливать. Оно будет выражаться и в финансах. Оно будет выражаться во всем. И в авторитете будет в бизнес-мире. Поэтому это все мудрость. Это все мудрость. Пожалуйста. Мудрость, она дороже камней, дороже золота, дороже драгоценных камней. Приобретай мудрость, преклони сердце к разуму. Так написано. То есть человек должен стремиться к мудрости, к разуму, слушать совета сына мой, слушай отца твоего. Это в эту мудрость, когда молодые люди слушают старших, прислушают таких опытов. Потому что старшие говорят, одно из больших ошибок молодых людей, здесь, которые начинают жить, что они пренебрегают советом старших людей. И это есть глупость. Пастор, мы Раю примем. Рая, вы в прямом эфире слушаем вас. Спасибо. Я звоню из Джорджи, меня зовут Рая. Я прошу вас помолиться за моего племянника. Ему 32 года, двое маленьких детей. Он парализованный и сейчас в очень тяжелом состоянии, чтобы Господь явил милость. Это просьба. Он христианин, скажите, пожалуйста. Да. Пастор, мы прямо сейчас совершим молитву. Давай, мы встанем на ноги. Мы встанем на ноги. Господь Иисус, Господи, мы приходим к Тебе. Мы совершаем молитву, Господь. 32 года и парализован. Иисус, Иисус. Господи, Он знает Тебя, Ты знаешь Его. Яви Твою милость, Твоя слава божественной силой Твоей, Господь. Силой Духа Святого. Прикоснись. Твое прикосновение, оно делало чудеса, делало невероятное. Когда женщина, Господь, так, некогда прикоснулась к Тебе, которая получила полное исцеление. Боже, пусть Твое прикосновение сделает чудо сегодня вечером или утром во имя Иисуса. Ранда, Риды, Шанда, Кирида, Ранда. Молись, пожалуйста, Господь Бог, Ты открылся в Библии людям, сынам человеческих, как Бог-целитель. Господь. Есть врачи, которые помогают больным людям, но есть Бог-целитель, который может сверхъестественно, божественно, божественную силу исцелить больного человека. И мы это увидели, мы это переживаем, Господь. И это сестра в Господе, которая за своего племянника, Господи, она видит эту картину. Молодой, 32 года, парализованный, маленький день. Нужен отец, нужен кормилица, нужна забота, Господь, Боже. Господи, яви Твою славу по молитвам семьи, Господь Боже, по нашим молитвам. Соверши чудо, которые смотрят эту передачу. Господь, прикоснись, прикоснись, Твое прикосновение. Написано, чтобы мы участвовали в нуждах святых. Это есть нужда, это есть скорбь, это есть переживание. Может быть, не мое, но оно моих братьев, моих сестер, Господи. Боже, Твоя сила, Божественная, исцеляющая, пусть пройдет по этому телу от головы до подошвы ног, Господь Боже, и пусть он встанет, пусть он вскочит, как олень, Господь Боже, потому что в ранах Твоих есть исцеление. Аллилуйя, Господь. Исцели. Я видуя славу, Господь Боже, подними его, но мы верим, что Ты Бог Всеволодущий. Ты дивный, Ты чудный Бог. Я вид Твою славу. И другие нужды, Господь. Мы молимся за другие семьи, мы молимся за родителей, мы молимся за отцов, за матерей, те, которые в стенании находятся за своих детей или за своих внуков находятся. Господи, подними, восставь и восстанови многих и многих, возврати угнанных дьяволов. Господи, пусть придут прорывы, пусть придут пробуждения и прорывы в семье во имя Иисуса Христа. Мы стоим в проломе за эти семьи, провозглашая Твою победу в каждой семье, без исключения, где бы это ни было, от одного берега до другого берега, на разных континентах и в разных странах. Господи, Твое прикосновение, Боже, плачущим матерям или отцам, соверши Твою великую работу в явлении силы и Духа Твоего. В имя Иисуса. Аминь. Аминь. Жив Господь, Жив Господь. Потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к воплю их. В молитве их так написано. Перед этим Он говорит, будьте единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны. Это Петр Апостол пишет. Дружелюбный, смиренный. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательством. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Благословляйте. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дела, удерживай язык свой от зла, уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мир и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным. Аллилуйя. И, друзья, может быть, может быть, вы умаляетесь того, кем вы есть Боги. Вы являетесь этим праведным. Бог смотрит на вас через призму возлюбленного Сына Иисуса Христа, через призму Креста Голгофы и говорит, в моем Сыне они праведны. Аллилуйя. Жив Господь. Жив Господь. Поэтому у вас есть полное дерзновение приходить. Христос – оправдание наше. Наше оправдание. Совершенно верно. Мы исповедуем перед ним грехи наши. Совершенно верно. Он, будучи верен и праведен, просит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Главное, чтобы человек, который, написано, исповедует грехи и оставляет их. Да. Господь добрый, Господь милующий, прощающий. И насколько мы должны практиковать? Мы должны практиковать и молитву за младенца. Аллилуйя. То есть, я не знаю, относитесь вы к какой из деноминаций, но в нашей деноминации мы это практикуем. Мы практикуем. Мы практикуем, молимся за наших родителей. Вот отец чуть приболел. И мы можем подойти к отцу, возложить руки и совершить молитву. Необъясняемый пастор. Да, конечно. Как написано в Библию, уверовавших будут сопровождать эти знания. И тем более мы дети, которые настолько для нас родители дороги, что мы имеем полное право и имеем дерзновение просто в молитве веры совершать молитву, что Господь исцелил. И вы можете это практиковать. Это по Писанию. Это по Писанию. Независимо какой вы деноминации, если вас в вашей церкви этому не учат, Господь еще благоволит к вашей семье, лично к вам. Знаете почему? Что вы услышали вот это, то, что ведущие на импакте сказали, что это можно делать. Еще Господь благоволит к вам, соблаговолил, что сегодня вечером вы услышали эту новость, что это по Писанию. Это не против Писания. Во имя Иисуса Христа. Даже елеем можете помазывать. Елеем помазание сделать. Я не знаю, я верю, что вот эта сестричка, которая звонила из штата Джорджии, я верю, что там нашлись служители, которые елеем помазанием совершали за это, за этого парализованного. Просто с дерзновением. Это не человек делает, но это Бог делает. И мы понимаем это. Поэтому, друзья, доверяйте Богу. Будем доверять Богу до конца. Насколько долго я должен стоять в молитве, пасторе? Насколько долго я должен стоять в молитве, не видя результатов, не видя плода, возможно, молитвы, не видя каких-то изменений, каких-то движений? Как долго я должен стоять в молитве? Непрестанно. Непрестанно. Молитве будете постоянны. Непрестанно. День и ночь. Написано «Все усердно молясь» день и ночь. Анна Пророчица не отходила от храма на постом и молитвой и служила Богу. Пустилась и молилась. В Библии записано ее имя. Истинная вдова написана, надеется на Бога, пребывает в молитвах день и ночь. Христианин должен молиться постоянно. Молитвы на жизнь. Постоянно молиться. Не переставать молиться. Не лучше ли умереть в вере и в молитве, не получив от Господа в этой жизни ответ, чем всю жизнь прожить, прозябать в неверии. И так и уйти в неизвестном какую вечность. Намного лучше стоять в вере до конца. Они не получили обещанного. Но в вере умерли. Лучше в такой вере умереть и в молитве на коленях умереть, чем в неверии прозябать, как я говорил, и неизвестно в какую вечность уйти. Аминь. Иисус Христос. Село деснует престола величия на высоте. Он ходатайствует в нас. Он жив. И в воскресении своем. Он принес нам избавление. Перемены обстоятельств. Ответ на молитвы. Мы имеем его, первосвященника нашего Иисуса Христа. И мы с дерзновением входим во святое святых за завесу и приносим к нему наши нужды. Друзья, Христос воскрес из мертвых. Ободритесь упованием. Будем молиться. Он умер за грехи наши. Воскрес для оправдания нашего. Он жив. Он добрый. Спаситель наш. С вашими благословениями. С вашими просьбами, нуждами. Такого дня за последние много лет я не помню. В воскресенье эта почта закрыта. За исключением воскресенья. Но ежедневно, включая субботу, мы получаем письма, которых вы благословляете. Кто-то благословляет финансами. Кто-то просит молиться за нужды. Кто-то просто прислала буквально вчера. Пришло мне письмо. Я имею на столе. Сестричка из какого-то штата. В пожилом возрасте. Она прислала свое благословение. Ей 87 или 97. Где-то в таком возрасте. И поддерживает телевидение. Обязательно. Обязательно. Уже много лет. И она пишет, что я постоянно о вас молюсь. Я постоянно о вас молюсь. То есть я целый ряд писем зачитаю. Зачитаю. Это пример. Это образец для подражания. Это образец для подражания. Потому что, друзья, вы молитесь о нас. Мы молимся о вас. И разве это не семья, пастор? Насколько мы блажены. Уже осталось мало времени до... Что мы еще один звонок возьмем? Да. Осталось пару минут, к сожалению, да. Поэтому следующее мы звонки будем принимать уже, может, даже несколько часов сделаем эфир. Но вам важно было услышать это слово. В следующий раз мы больше времени уделим для звонков. И наперед предупреждать. И наперед, да, предупреждать. Чтобы они готовились. Вот. И насколько важно было услышать слово ободрение. Слово ободрение. Ободрение. Наставление в вере. Что не все потеряно. У дьявола все потеряно. Да. У него все потеряно. Но у не нас. Но у не нас. Да. И не у вас, друзья. У нас ничего не потеряно. У нас власть наступать на вражью силу. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. И поэтому, друзья, мы благословляем вас. Благословляем именем Господа Иисуса Христа. Слава Господу. Знаете, я так говорю. Господь еще сделал передышку в Америке. Господь еще с новым президентом некую передышку сделал для христиан. Можешь проповедовать везде. Тебя не остановят ни на улице. Тебя не остановят ни на перекрестке. Мы можем смело говорить. Мы можем смело говорить. Что гресь есть грех. Что гомосексуализм есть грех. Что аборт есть грех. И я не боюсь, что меня заберут в Айфо-Оанси-Три. Слава Богу, я был президентом. Пастор Юрий. И всем скажу. Очень тронут. Вчера вечером был. С женой пошли. Наш меньший сын. 12 лет. В школьном хору поет. Говорит. Папа и мама. Я хочу, чтобы вы пошли. Наш хор будет петь. В церковь. Взяли в рент большую церковь. И родители, может, до тысячи человек. Начали петь в хору песню. Публичная, сказать, школа. Secular school. Светская школа. Публичная школа. Public school по-английски. Как я говорю. Поют песню. Где Бог избавил Даниила. От Львова Он избавит и меня. Христианскую песню. И Реген представил. Вот эта американская традиция. Christian song. Я записал всю песню. Всем детям. Посмотрите. Казалось бы, все уже. Уже все. Уже покончили с христианством. В публичной школе поют христианскую песню. Слава Богу, что еще есть эта возможность. Вы видите, Господь сделал передышку. Я в духе знаю, что это ненадолго. Потому что ад весь восстал. Весь ад восстал. И он восстал не против Трампа. Ад восстал против евангельских христиан. Против веры. Против евангельских христиан. Evangelical Christian. Они сильно ненавидят evangelical Christian. И дело в том, что объединились гомосексуалисты. Объединились с национальными меньшинствами. Объединились вместе для того, чтобы взять реванш. Но последнее слово будет за Господь. Господь на престоле. Господь царствует. И поэтому тверда не поколеблется. Во имя Иисуса Христа. Пастор, соединимся еще в молитве. Господи, мы благословляем каждого из наших друзей. Каждого из зрителей. Мы благословляем от самого юного до самого пожилого. Господи, Твое последнее слово. Что Ты сила. Что Ты крепость. Что Ты твердыня наша. Что Ты уповывание наше. Что Ты все во всем. Ты все над всем. Ты царствуешь. Ты владычествуешь. Ты главенствуешь. И царство Твое непоколебимо. Благодарим Тебя, Господь. Благословляя каждого из наших зрителей. Благословляя их финансы. Благословляя их дома. Здоровьем надели. Силой надели. Умножь по богатству Твоей благодати. Господь от малого до великого. От тука земли, от росы небесной. Да будет их благословен вход и выход. Когда они ложатся и когда они встают. Да будут они благословенны. Когда они выходят или когда входят. На дороге или дома, или в офисе, или в церкви. Да будут они благословенны во имя Иисуса Христа. Thank you, Jesus. Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. Будьте благословенны. Оставайтесь с нами на импакте. Мне говорят еще одна минута. Еще одна минута. Ты соверши молитву, пожалуйста. И мы так и уйдем из эфира. Господь, мы Тебя благословляем. Мы радуемся. Thank you, Jesus. Благодарим Тебя, Господи. Мы предлагаем все наши старания стоять на Божьем Слове. Не дать место сомнению, страху, отстаянию. Этот дьявол нас атакует этим. Все, Твоя жена умрет. Все, Твои дети повинут. Все, Твои обстоятельства не изменятся. Нет. Мы верим Богу всемогущему, Господь. И мы будем молиться. Мы будем надеяться. Мы будем верить, что Ты наш небесный Отец, Господь. До конца будем стоять в вере, надеяться. И будем верить, что Твою славу увидим, Твое спасение увидим, Твое избавление увидим. Потому что Ты на троне, Ты всемогущий, Ты всесильный. И Ты поможешь всем народу Твоему, боящимся Тебя, уповающим на милости. Мы не останемся в стыде, потому что увидим Твою славу, увидим Твое исцеление, увидим перемену, даже если трудно, даже если кажется, как Тебе тучи закрыли небо. Но будет солнце, будет радость, будет спасение. И наши дети спасутся, и болезнь исцелится. И семьи восстановятся, и мы возрадуемся. Потому что жив Господь, спаситель нас. Аллилуйя. Аминь. Будьте благословены. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok